Сегодня 21 апреля 2019 года. 7 часов 30 минут воскресенье я в Зеленогорске и думал про проехаться, но проехаться по необычному маршруту, то есть проехать на велосипеде от, тут есть велосипед, проехать на велосипеде от этого, от въезда в город, вот отсюда, и до Комарова до самого, то есть по побережью, ну и в сам город Зеленогорск, конечно, заехать. Но случилось непредвиденное. Велосипед настолько старый, что когда я ехал в гору, погнулась вот эта штука и все. И как бы придется идти пешком, а я уже таки неплохо уехал. Ну что поделать, я наверное сейчас тут поброжу, да пойду пешком обратно. Ну и по стандартному маршруту. В принципе я по одному и тому же маршруту хожу. Думаю сегодня разнообразить тут на велосипеде, но к сожалению не судьба. Ладненько, дойду вон до солнца туда. Так вот, особенность вот этого пляжа на въезде в город, не знаю даже как это сказать, если ехать в противоположную сторону от Санкт-Петербурга в общем. В том, что здесь есть... В том, что во-первых, Тиморская шасси прямо вплотную подъезжает к этому, к воде. И в том, что здесь есть вот такие камушки, которые прямо вот так вот выходят на воду, что можно как по пирсу выйти в открытое море. Торосы по-прежнему на месте. Так, надо тут вот так просто не повернуть, потому что как бы раз-раз и все, и нога уже утонула. Я этого не хочу. Там уны Дина, кстати, на этом, на подходе сюда. Но я на нее не рискнул ступить, потому что если присмотреться, то она как бы немножко висит над водой. И поэтому она может обвалиться вместе со мной в эту самую воду, поэтому я обошел ее по кругу. Что я могу сказать, что в воскресенье рано утром это прекрасное время для прогулок. Хотя, конечно, блин, с велосипедом то, что не получится, это обидно. Я не знаю, вообще, может, я до Комарова дойду просто пешком. Вполне себе возможно. Как бы, почему бы и нет. Ну, ну, далеко просто. Может, если быстрым шагом идти на велосипеде, то вжух-вжух и поехал. В принципе, можно и не спешить, конечно, но... Ладненько. Я тогда, не теряя ни минуты, посмотрел на рассвет и отправляюсь дальше, вот туда, в сторону города. Блин, не теряя ни минуты. Да, погода сегодня прелестная, конечно. Прям вот безветренная, теплая, солнечная, все как надо. Хотя, конечно, ночью небольшие заморозки были, потому что безоблачные, потому что здесь загород. Но как бы там ни было. Мне нравится такое воскресенье. Сейчас тут что-то типа отлива, потому что я как бы иду и понимаю, что здесь Капада-то должна стоять, будет стоять. Особенность всех пляжей тут в том, что они немножко каменистые. Даже не немножко в некоторых местах. Вот такие дела. Единственный пляж хороший, это городской, но может не единственный. Ну, во всяком случае, в округе там еще Комарова есть дальше. Дальше и Солнечная, где там тоже пляж. Но Солнечный пляж повернут не на юг, тут вот прям чисто, вот там вот юг, вот прям. Чуть ли не под это, чуть ли не под прямым углом туда юг. А в Солнечный пляж повернут вот в ту сторону, что вот на закате там нормально, а на расцвете там как бы не особо. Но до Солнечного далеко идти, оно там аж чуть ли не это. В общем, далеко, даже на велосипеде. Поэтому туда бы я так и так не поехал. Я не знаю, в общем, сегодня как бы сейчас еще 7 утра. Я могу, в принципе, и подольше походить. Просто проблема в том, что там одно шоссе. Идешь-идешь, и просто шоссе, ничего больше. Так что, ну не знаю, подумай над этим. У меня еще была идея сегодня съездить в лес наверх. Ну типа, я сейчас на велосипеде, я могу вообще куда угодно ехать. Ух ты, наличь на снегу. Как бы там по себе снег. Такой коричневатый, а наличь белая. И вон Солнце уже дошло до перил, где я подъезжал. Сейчас восход быстро случится. Ладно, пора идти в путь. С выступа этого здания на берегу полукруглого серого очень удобно смотреть на закат. Потому что там восход, а закат где-то вот впереди. Очень и очень удобно, вот так это расположен. Я пока сюда ехал, одного человека всего встретил. Да и тот бегун. К слову о том, что если в городе в 7 утра вот едешь, там народу не очень много, то здесь народу вообще практически нет. Вот так вот. Я бы, кстати, опустил у него седло и просто толкал бы ногой велосипед. Это же, в принципе, возможно. Только проблема в том, что он настолько ржавый, что этот, как его, что седло не опускается. Оно приржавело намертво. Можно, наверное, как-нибудь отбить будет, но, если честно, это так не представляется. Возможно, в общем, прямо сейчас. Одному сейчас я до города дойду, велосипед брошу. Хотя подлежит он вообще восстановлению. Но не суть. Не на пляже же его бросать. И пойду пешком дальше. В принципе, да. Того же Сестрорецка, ну, не знаю, дойти может и можно, но я посмотрю по карте, может, это очень далеко. Точнее, не до Сестрорецка, а до берега. Ой, не какой. Я перепутал, точнее, нет. Я хотел сказать до этого, да. Комарово, во. До соседней станции электрички. Называется Комарово, там деревня находится. Как бы в деревне ничего особенного, но вот берег у них красивый. На пляже. Там причем тоже шоссе примыкает прямую. Вот здесь мне вид всегда нравился. Так вот, особенно, когда машин нет, он такой прямо. Приморский. Потому что дорогу он поворачивает, рельеф есть, сосенки. И вот там кусочек воды виден. Кстати, машин все больше и больше. Вот такие дела. На рассвете вот красиво, когда солнце светит сквозь сети, сквозь деревья. Еще небольшой пар изо рта. Хотя нет, уже не идет особо. Но и вот такая пустота, что вроде как шоссе, но при этом пустое шоссе. Прелесть. Еще так тихо. Птички поют. В общем, дальше по маршруту есть санаторий Северная Ривьера, достаточно большой. Я думал в него заехать. Я не знаю сейчас как. Не, я наверное зайду, смотрю, потому что подсвечен солнцем на рассвете, такое здание большое. В принципе, можно зайти во двор и пойти дальше. Раз уж я пришел. А вот насчет комарова, что я думаю, что все-таки, наверное, нет. Потому что, кстати, может получится у меня, как на самокате на нем. Блин, не, у него сидение высоко, что, короче, нога вот так вот. Надо бы опустить вот досюда, чтобы можно было поехать. Ну, блин, я не знаю, может как-то его просто не раскрутить. Он настолько ржавый, что ну, в общем, это не очень получается. Ладно. Ладно, сейчас до санатория дойду, а там посмотрим, что да как. Вот, вот, вот такие виды мне нравятся, что вперед смотришь, и там прямо аж это солнце так по дороге светит на рельеф. Пар все-таки идет. Тут если вот так отдыхнуть сильно, но это временно. Потому что, если честно, мне уже жарковато в свитере. Хотя, на самом деле, идти-то до санатория здесь недалеко, потому что он прямо тут рядом и находится. Это я к тому, что вот, там уже вот очертание здания впереди. Это уже он. И, кстати, следует заметить, что я уеду, ни одного человека мне на встречу не встретилось. Вообще ни одного. Один я сегодня. Я говорю только, когда вот сюда шел, там один дядька пробежал, и все. Причем в самом начале пути и больше никого о, блин. Больше никого не было. Кресно. Ну, я думаю, сейчас я к этому, к городскому пляжу подойду, там люди уже будут, даже несмотря на ранний час. Потому что там люди всегда есть. Хотя посмотрим, да, я же обычно хожу в 12, там в 11, потому что до этого было как бы темно раньше. А сейчас вполне себе нормально. Впрочем, тут из пейзажа только дорога, дорога и дорога сейчас у меня будет. на самом деле, ручей, который вот там течет, где я обычно гуляю, он не единственный во всем городе. Есть еще и другие, но они поменьше. Тот самый большой. Эти такие чисто условные. Ну, не чисто условные, около того. Причем, этот ручей втекает прямо в санаторий. Вот прямо в это здание. Большое оно, однако. Я сюда, по-моему, в прошлый раз в ноябре прошлого года приезжал. Как бы заехал внутрь, но до побережья не ходил, потому что, ну, осмысел. Там побережье покрасивее, на мой взгляд. Ну, не то, что прям кардинально, но все-таки. Да, кстати, хорошее пово сейчас свитер еще снять будет, потому что мне таки реально жарко. Это же какая-то жесть. Кто бы мог подумать, что всем, ну, всем с чем-то утра мне будет жарко за городом. Это да, это все из-за солнца. Если солнце сейчас зайдет, похолодает сразу. Потому что, как бы там ни было, если посмотреться на землю, можно заметить, что земля-то, ну, не земля, а лужа на земле, замерзшая. Ну, что-то были заморозки, но все уже оттайло. прямо оттаяло оттаяло. Вот такие дела. Мне это место всегда нравилось. Такое прямо настоящий советский санаторий. Он причем вполне себе ухоженный, в общем и целом. Тут вон чистенько. Люди спят еще, но как бы там ни было. Здание покрашенное белое. Дорожки все такое. Удивительно, что как это вроде как. Это ж курортный район, да? и что здесь настоящие курорты есть прям как на этом, прям как на море. Ну, это как бы тоже фактически море, но на настоящем море, на теплом море, потому что здесь-то такое чисто, чисто холодное, чисто простое море. Людей нету, все спят еще. Все люди вечером появляются, но во всяком случае теплое время года. Сейчас еще весь санаторий спит. На рассвете вообще все красиво, особенно в лесу, когда солнце сбоку светит, так что мне вообще нравится на рассвете кататься. Можно было сегодня опять днем поехать, но днем я наверное погулять с еще раз на пляж и в город купить там что-нибудь может. Здание такое яркое, кстати, мне кажется внутри сейчас ощущение, что там прям летний, что там прям лето, что это прямо в Сочи у людей там же стеклопакеты, еще и тепло. Вполне себе возможно, что оно так и есть. Ну именно что такое ощущение. Вполне себе. Кстати, это самая речка пресловутая, про которую я показывал на подъезде сюда. Вот она, через две санатории течет, у них своя река есть, оказывается. Там даже мост через нее. что как бы если так присмотреться. Блин, было бы классно, если бы солнечный зайчик повыше был бы, а то он прям так это из-под низа светит и все картину ломает такого приморского рассвета. Выдает, что как бы рассвет то северный низкий. Трава кстати тоже зеленая. Но не как в городе зеленая, как-то по лесному такая более темная что ли оттенок у нее. Более такой природный что-то даже не знаю как сказать. более природный наверное да. Так ну что в принципе дальше там только берег и ничего интересного самое интересное это вот это большое здание было. Так что пойду-ка я дальше. а кстати запах тут прям таки чувствуется что даже чем сосновки свежее именно сегодня уж не знаю с чем это связано утром по выходным вообще воздух какой-то нетипично свежий даже в городе а здесь прям совсем такое прямо тут еще как бы трава распускаться начала влажность поэтому все такое как это около лесной около лесной запах вот вон отсюда красивый вид открывается она так на рассвете такой белоснежная прямо яркая прям вообще прелесть эмоций а как вновь листа как они не так вот они вот они вот 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 и что как за Ads и вот вот Дальше еще один ручей Сразу встречается. Ручей быстро это по-моему называется, но в принципе тут с названием я спорить не буду, он действительно выглядит как это самый резвый из всех ручьев, что здесь есть Причем еще лучше он именно вот в обратную сторону смотрится, потому что он полукруглым идет вот туда, а потом туда Такая себе горная река Я сейчас хотя посмотрел по карте, но вот насчет того, что в Комарова съездить, а ведь до Комарова ехать в два раза дальше, чем от вот того причала. Но не причала, а от того серого стеклянного здания, скажем так, где я начал до этого. Ну причал, потому что там эти камушки и вот у меня такая ассоциация возникла. В два раза дальше, чем от вот этого серого здания до памятника с вечным огнем. Я сейчас до него дойду. Ну не знаю, кстати, можно устроить пробежку. То есть устроить эту, как вам, типа около зарядку, почему бы и нет и пробежаться до туда. Сейчас я как раз более подходящую одежду для этого надену. Хотя куртки у меня нет. Нет, у меня есть куртка, но она совсем драная такая. Околорабочая. Ну свитера я как бы там ни было точно сниму. Это вот прям даже не обсуждается. Посмотрим. Почему бы и нет, потому что как бы день только начался, времени у меня вагон. В принципе можно никуда не спешить. Ну вот этот ручей быстрый как увеличивается в размерах-то. Не теряя своей скорости. Я, кстати, встретил первого человека на своем пути. Так что утро близко. Не утро, день близко. И еще встретил еще один ручей. Так что может я ошибся и ручей быстрый это этот. Вполне возможно, кстати. Тут их просто говорю несколько штук. И не сразу понятно какой из них какой. Таким образом. Хотя что я еще заметил, что снег то там то сям по-прежнему лежит. То есть в той же сосновке, например, снег если лежит, то только где-то во врагах и где-то в этом. Где-то вот где их сугробами нанесли специально. А здесь снег лежит просто. То есть его здесь больше намного. Что в принципе логично. Но с другой стороны практически весь снег растаял. Что уж там. Практически весь снег, который был. В принципе логично. Мне кажется до мая доживет ну может там пару сугробов где-нибудь совсем в лесу, совсем овраги. Да. Да и то не факт. Возле дороги растения. Да. Они уже вот зеленые-зеленые, кстати. Хотя тут уже почти все вот, но не зеленые. Зеленые. А практически все уже начинает распускаться. То есть чем дальше в апрель, тем все явнее листья появляются. Уже к концу апреля настоящие листья на деревьях будут на некоторых. То самое пресловутое деревянное зодчество. В курортном районе его просто немерено. Так вот, для сравнения, когда ехал сюда в начале, машин вообще не было, как я сказал. Практически не было. Сейчас машины едут уже достаточно таким уже потоком. Уже прям, уже прям явным. Хотя, ну да. То есть в поле зрения всегда оказывается одна машина. Или две, или три. Ну или не совсем всегда. Когда машина не оказывается, становится так тихо просто, как это. Как в комнате посреди шоссе. Просто прелестно. Ну вон, я слышу, уже приближается кто-то. Дорога не может быть пустой все время. Кстати, магнит тут на трассе. Совершенно спокойно использует вывеску, как прям в центре города. То есть такую красивую, без этого, без подложки красной. Это, наверное, от арендодателя зависит. В не последнюю очередь. Сейчас 8 часов 48 минут. По-прежнему 21 апреля 2019 года. Воскресенье по-прежнему в Зеленогорске. В общем, благополучно я отнес велосипед домой. И там есть еще один. Там два велосипеда, скажем так. Вот даже не знаю, какой из них лучше. Один Аист, который благополучно сломался до конца сейчас. А второй велосипед Украина. Велосипед Украина, он, конечно, постарше Аиста. Но, так как он большую часть всю свою жизнь сохранился, в отличие от Аиста, в помещении, он хотя бы не ржавый. Потому что тот проржавел настолько, что у него колесо согнуто было. Ну и вот сейчас и шестеренка согнулась. Однако у этого велосипеда тоже не все так прелестно. Потому что у него не хватает спиц некоторых на колесе. Тормозит он хуже. И прокручивается эта каретка, она, короче, заедает. То есть вот едешь, она вот раз, и нужно ее протолокнуть. Ну и как бы подниматься на нем, в принципе, вверх. Очень тяжело. Ну и в руке его тащить, конечно, тоже. Хотя можно. Ну как бы это лучше, чем ничего. Потому что все-таки желание доехать до Комарова у меня сегодня есть. Раз уж такой, как этот получился с велосипедом, неприятный момент. Ну как бы обидно, потому что раньше он хоть ржавый, но он хоть как-то ехал. У него сиденье, короче, назад откидывалось. Ну то есть вот эта штука, вот это сиденье, оно может вправо-влево болтаться. А может вверх-вниз. И вот когда оно опрокидывается вниз, что вот как вот так вот. то задница как бы съезжает тоже вниз. Что не очень приятно. А у этого седло жесткое. Во-во-во, хотя еду, раз, и приходится вот так вот там давить по нему. Что тоже не очень прелестно. Но как бы там ни было. Я, наверное, сейчас здесь на пляж не буду заезжать. Как бы я и так всегда регулярно хожу к этому вечному огню и к пляжу. И да и на пляже я был уже сегодня. Так что я пойду сразу в этот, в Комарова. Не на недельку, на полчасика. Но я надеюсь, я доеду. Потому что на велосипеде туда быстро ехать. Велосипед очень быстро ускоряет. Я вот думал еще в этот, в лес ездить. Но в лес я не пойду, потому что на этом прелестном велосипеде в гору забираться сущее неудовольствие. Так что нет. Так что в лес, наверное, летом уже на городском велосипеде, на каком-нибудь из городских. Их же можно в электричке привезти сюда. Не так ли? Просто эти велосипеды не просто так живут здесь. Ну не выглядишь, что звонок есть рабочий. Ну и да, он проживел не настолько, чтобы вот прям разваливаться прямо под ногами. То есть на нем ехать, в принципе, можно. Хотя у него руль такой, скажем так, дерганный. Ну то есть едешь, его как-то вот так вот норовит в бок повезти. Если ехать в горки, можно упасть. Ох уж это заржавевшая техника. Но как бы там ни было, это лучше, чем ничего. Так что я, может быть, сейчас доеду до Комарова, а потом вернусь обратно. И уже пешочком пройдусь. Почему бы и нет? Я так и так днем поеду в город. Так что, почему бы, собственно, и нет. Пойду, а не поеду. Почему бы, собственно, и нет. Так что я, наверное, сейчас и в Зеленогорске даже не буду в парк заезжать. Вот с велосипеда, как сразу красиво-то этот рассвет впереди смотрится. Жалко, что я сам рассвет свелика не заснял. Ну, ладно. А вот собственный Зеленогорский ручей. Вот этот ручей точно называется Зеленогорский ручей. Хотя предыдущий я вполне мог ошибиться. Вот этот ручей точно Зеленогорский называется. На сто сто процентов прямо. Людей, кстати, все больше и больше появляется. Город просыпается. А то приятно, что здесь есть дорога всего Приморского шоссе, которая вдоль залива идет. Что здесь есть такая дорога. Уточки. Всего четыре штуки. Странно. Может они реально ночуют в другом месте? Вполне возможно, кстати. Так вот, вдоль всего залива по нему можно доехать до города. Однако это не очень удобно, потому что от конца города, вот наверху, прямо перед вокзалом стартует, ну не стартует, проходит через него так называемое Зеленогорское шоссе вроде, или как-то так оно называется, которое прямо напрямую идет в город. А Приморское шоссе, оно сестра резко идет. Там такой небольшой выступ есть. И это, скажем так, очень сильно увеличивает время в пути. Прям таки очень. На автобусе сюда в принципе ехать не самая лучшая идея. И машины тоже в пробке стоят, но в машине хотя бы там кондиционеры у людей. О, скрипит. Едет старичок. Но лучше чем ничего, лучше чем пешком ходить. Потому что я до Комарово пешком не дошел, там очень далеко идти. И обратно еще идти. Это надо ну полдня потратить, чтобы туда обратно сходить. А еще и посидеть там. Ух. И кстати да, насчет этого, насчет Зеленогорского парка, что я скажу, что людей-то я смотрю не особо и много. В 8 часов 50 минут. Так что вот такие дела. Но машин кстати, вот их стало чуть-чуть больше. Они стали хотя бы появляться. Но прям так кардинально их количество не увеличилось. Вон в парке один дворник одиноко выбирается. И больше никого нет. Вообще никого. Еще у всех старых велосипедов здесь нету этого. Ножки. Чтобы поставить сел, приходится просто ложить. Я смотрю, торосы там впереди есть. Куда ж они денутся. Вот такие дела. Ну а с обратной стороны, собственно, школа и улица Ленина, которая вверх идет. Но на нее я не поеду, как я сказал. Да, раз-раз я весь Зеленогорск проехал минут за 10. Ну не весь Зеленогорск, вот это шоссе. Время отправляться дальше. Но там дальше ничего не будет. Если честно. Так, можно кстати быстро доехать до этого, до Комарова. И обратно. Ну как, относительно быстро. Блин, прелестная погода. Мне вообще нравится. Лучше бы восход еще продолжался. Часика так 3-4. Тут на самом деле вся прелесть, она даже не в этом. Даже не в пляже, до которого я еду. А именно в самой дороге, что просто ехать по ней приятно. Как бы едешь, и солнце вот так вперед светит. Ну не вперед, а в глаза светит. Вон церковь здоровая какая. На ходу приближать вообще удивительно, когда на таком велике едешь, у которого руль мгновит. Туда-сюда уехать. Да. Еще воздух такой свежий. Машины опять пропали. Просто прелестно. Сверкание наступающего дня сегодня. Ой, я сказал, что сидушка здесь прочно закреплена, я наверное немножко ошибался. Так. Я надеюсь, она не опрокинется назад. Потому что если вперед она загибается, это вообще пофигу. Ай ладно. Ветерок, кстати, небольшой появился вот как я поехал. Мне прям стал дуть в лицо. Но это от того, что я еду. На велосипеде с ветром вообще как? Так, если ветра нет, значит он дует в спину. Другого не дано. Понятия ветра нет, а на велосипеде нету. Потому что даже в штиль ветер есть, потому что велосипед сам движется. И поэтому, и поэтому вот так вот еще один подъезд к воде. Ну, курортный район имеет такую особенность, что он все-таки автомобильный район. Что здесь люди все-таки перемещаются на машине в основном. Что если возле больших городов. А Зеленогорск это, наверное, самый большой здесь город. Потому что вот электричка из Санкт-Петербурга до Выборга едет. Ласточка экспресс. Она останавливается в удельне, но это на территории города возле станции метро. А потом только в Зеленогорске. И потом уже в Рощино, но это уже Ленинградская область. А здесь она останавливается вот только в Зеленогорске. А все вот эти вот другие станции, электрички типа Солнечного и Комарова, они, Репина еще есть. Там на самом деле такая деревня-деревня. Ну, не деревня, как бы частные здания, скажем так. Тут как бы такие дома деревней называть. Язык не поворачивается. Потому что дома тут как бы такие коттеджные. Но, как бы там ни было такого прям города с людьми, после Зеленогорска особо не встречается. Там сестра Рецка аж. Вот так вот. Ну, здесь красиво то, что вот едешь и можно деревянные домики увидеть. Нет, конечно, большинство из них такие обычные. Но бывает и совсем красивая усадьба. Вон первый пассажир на этом стоит на автобусе, на автобусной остановке по направлению в город. Птички все громче и громче поют. Машин все нет и нет. Прелестно. А вон мотоцикл сзади еле это слышу. Но вообще на этом велосипеде в отличие от того, можно разогнаться так неплохо. Ну, относительно. Но только если держать рульдовыми руками и помнить, что тормоза тормозят здесь так. Скажем так, в полсилы. Вон еще одна дорога к пляжу. К пляжу. К воде. Ой, как прелестно, что никого нет вообще. Утро это прекрасно вообще. Мне нравится. И в это время года, и летом. Летом, конечно, тут люди будут точно ходить. Теплый день, особенно в воскресенье. А сейчас в апреле вообще хорошо. Я вон даже этот, футболку, не футболку, свитер снял, потому что, потому что мне жарко. Я серьезно пешком ходил сегодня. Мне прям в свитере жарко было, что. Уж не знаю с чем оно. Это как бы футболка теплая достаточно, еще с длинными рукавами. Но как бы там ни было, ни свитер. Как бы там ни было ни свитер. Так, я вижу следующее автобусную остановку. И судя по исполнению, она расположена возле чего-то. Даже, наверное, написано, что это. Там красное здание. Санаторий Балтийский берег. Здание. Только это не оно. Только это просто магазин. А-ля Магнит, виденный ранее. Так, ладно, возьму кожу двумя руками и проеду дальше. Блин, как напекает-то хорошо. Как прям летом. Ух ты, там какой-то бьет водопадом. Но не видно где-то за деревом. Но как бы там ни было слышно аж здесь. Артефакты ушедшей эпохи здесь встречаются на обочине. Ну не на обочине, а возле дороги. Эти сугробы. Если там вот реально они были не очень большие. Такие, чисто формальные. То здесь они уже ближе к лесу. Ну, я бы сказал, какие прям это. И метр, и метр, прям очертания. А вон уже современная статуя стоит. Вполне себе. Вполне себе. И метр, и метр. У этого тоже они кривые, но не настолько. Еще один артефакт ушедшей эпохи. Нарпись точно такая же. Санаторий Зорька. Только здесь уже все стерлось. Хотя там здания вполне себе такие. Вполне себе. Ну, видимо, посторонний вход воспрещен. Просто в жилой дом может переделали целый санаторий. Вполне может быть. Вполне может быть. Тут если повернуть голову вбок, вот между населенными пунктами, как бы там ни было, населенные пункты все-таки имеют очертания. Вот между Комаровым и Зеленогорским просто лес. Тут или санатория, или просто лес. И ничего нету. Зеленые насаждения. Но в отличие от сосновки, они, именно что лес. И ходить там внутри, это такое себе удовольствие. Потому что недорожек там нету. Все мокро. Ну и все такое. В лесу нормально. Вот уже летом. Там и сухо. И тепло. Но в первую очередь там, конечно же, сухо. Вот такие дела. Машины кончились. Здесь опять стало тихо. Как в комнате. Вот, да. Чем мне тут нравится, что в отличие от города, здесь вот именно что. Если машин нету, то здесь реально тихо становится. Просто тихо. Гула вообще нету. Такое небольшое шершание деревьев, если ветер дует. Совсем чуть-чуть до птички поют. Прелесть. Просто прелестно. Прелесть. Просто прелестно. Набережное сделано. Ну, не набережное. Типа вот в этой штуке. Потому он так течет быстро. Хотя он, в принципе, сверху еще быстрее. Возвышенность более сильная. Так вот. Ручей как ручей. Мог бы даже и не останавливаться. Если бы не вот это. Это просто какой-то молочный коктейль здесь. Это жесть. Молочный коктейль. А снизу это кока-кола. Булькает. Это квас. У кваса бывает небольшая пенка. Ну, не пенка. А пузырики вот эти белые. Это рехает кваса в общем. А что, похоже, я считаю. Что если я подгнулся? Как бы мне не упасть туда. А что, если подойти к нему вот так вот. Не, серьезно река из кваса? Это ж надо. Ощущение, что прямо из кратера из-под земли оно вылетается. Хотя там просто камень. Может не надо было и куртку снять. Как это вот думаю. Хотя куда бы я камеру убирал тогда. Вон природа. Вполне себе просыпается. Вон она какого размера. Уже так было вот так вот. Что уже все? Через 2 недели, через 3 недели загорать сюда уже можно будет приезжать. Если повезет, конечно. Это классная река. Причем еще и за забор течет. У кого-то на участке река своя. Неплохо живут. Прям как этот санаторий Северная Ривьера. Тоже река своя у них. Туда наверно за нырнуть это вообще. Хотя. Не, я дальше не пойду как бы она не обвалилась. Хотя нет. Пусть камень. А, вон там видим просвет, смотри. Так что все нормально. Я думал там это. Туннель в преисподнюю. А она не очень длинная. Ладно. Еду дальше. Такая вот импровизированная остановка сегодня получилась. Я думаю реально доеду без остановок до Комарова. Но нет. Все таки тут есть на что посмотреть. По пути дальше внезапно встретился фонтан. Мне интересно это старый фонтан или новоделка. Как бы он работает. Как бы он чистенький. Может подремонтированный. А может реально старый. Ну вот такое здесь место интересно сделано. С лавочкой. С пеньками. Источник питьевой воды тут. Il пес. И táщит на file중 expectation там нет. И сейчас照pir ничьи. Там небольшой танец. Hastись. Встреки. Нам hice bastante тонкие новagarки. Встреки такое здание интересная построена правда не отапливаемая поэтому стекла все мокрые видимо только строят еще в принципе вот эту поездку до комарова можно считать альтернативой прогулки по лесу под по-настоящему лесу потому что тут некоторых местах едешь реально ничего не встречается а потом раз дома появляются и артефакты ушедшие эпохи то там то сям хотя не на самом деле я так понимаю санаторе это работает просто въезд с другой стороны солнце хотя еще выше поднялась уже прямо так хорошо над деревьями раньше на прям возле макушки с сеть вас уже прям а сейчас уже прям это уже прям прям высоко а вот первые признаки цивилизации появились вон я смотрю залив все ближе на что уже все ближе и ближе к комарово если конечно это уже не есть она собственно комарово новые дома тоже хорошие здесь строят они тут такие как бы немногоэтажки и имеет какие-то архитектурные элементы что очень и очень красиво вон я вижу знак въезда или выезда из города из какого-то хотя действительно из какого-то из какого-то я не удивлюсь если выезд из зеленогорска будет потому что но да это выезд из зеленогорска что они просто друг в другу примыкают эти населенные пункты скорее всего так и есть тут же Санкт-Петербург это не город это как бы регион то есть курортный район он конечно входят состав Санкт-Петербурга но тут все-таки свои города тоже есть и на дороге они обозначены вот именно как это как отдельные населенные пункты и да действительно комаровые зеленогорска друг друга я уже вижу кусочки этого кусочки скажем так побережья справа здесь короче на подъезде к этому комарова не будет ничего красивого а это какая-то гостиница поставила себе знак на подъезде к комарова короче этот приморское шоссе вплотную примыкает к воде ну и заканчивается тротуар соответственно вот что не заканчивается обрывается и потом снова начинается это место я помню почему это такое бывает что вот раз раз идет и тротуары вот в дорогу переходят в некоторых местах с чем бы это связано было это место называется памятник природы комаровский берег в принципе можно и в само комарово за этим я думаю только до берега доеду потому что в зеленогорске своих скажем так памятников тоже хватает потому что нужно вот в гору подниматься и вот там поверху идти а я этого не хочу тут как бы везде лес что в принципе комарово что здесь что в принципе в комарово что в зеленогорске так что особо разницы нету ну что в путь сегодняшнюю прогулку да можно охарактеризовать просто как дорога в лесу но как бы там ни было я доехал до этого самого пляжа до комаровского берега чем-то похоже на репина которая находится но еще дальше на исталия соседней остановки этого остановки железной дороги тут красиво в принципе ухожено я скажу из-за камней тут лед появился не на берегу как зеленогорске а чуть-чуть на чуть-чуть на отдалении ну там на самом деле что-то типа отлива сейчас поэтому вот так оно и есть хотя что-то я так приблизил и сразу отдалил надо подержать там впереди очертания города виднеется если присмотреться где-то далеко далеко впереди принципе сюда приехал не просто так а посидеть отдохнуть но после дороги хотя бы полчасика надо конечно красиво сразу загорать приезжать хорошо такая прямо настоящая северная природа тут живописнее чем зеленогорске ничего не скажешь скорее всего потому что этот что-то типа эти песчаные штуки это не дюны но около того хотя может и дюны благодаря вот этим песчаным штукам потому что в зеленогорске что-то я их не очень помню во всяком случае в таком количестве хотя может просто то что здесь по-другому потому мне так кажется может здесь как бы не так круто потому что в отличие от этого в отличие зеленогорска например почему я говорю что здесь может и не так круто потому что пляж здесь каменистый здесь как бы купаться то никак это сейчас отлив случился вообще как я понимаю вода вот аж вот досюда восстает до вот этих вот камушков таким вот образом ну что пройти внутрь или не рисковать вот даже вон ресторан прямо на берегу есть там у них столики стоят прямо вот с видом на этот на воду он наверное работает сезонно я думаю у него не очень большой спрос на его скажем так на его услуги именно здесь хотя кто знает может по крыше у них есть этот какого участок столики но я прям уверен что здесь вода стоит в этот какого летом просто нету может вся вода задерживается льдиными ну не то чтобы задерживаться просто как ну да задерживается может быть надо было сапоги надевать потому что идешь идешь а потом бульк провалился и все вот с воды вообще прекрасно смотрится вот это зеленое нечто нечто лес умиротворенно еще людей нету по-прежнему это велосипед прислонил к дереву возле дороги его там не угонят интересно просто если за тот велосипед который сейчас окончательно сломался как-то не ну не то чтобы переживал ну ну да не вообще не переживал что за этот как бы вполне себе можно попереживать потому что как бы домой то ехать хочется ну и он каким бы ни был он все-таки на ходу как вот есть вариант забраться наверх и посмотреть что там за этим но блин не я боюсь провалиться внутрь потому что они уже очень скажем так неустойчивы наступил и он уже того почему такие дырки как бы карата что сбоку только да ну вот например зырка образовался степана не образовался вот так раз и все немножко провалилась вот такие дела я наверно сейчас плюсь на пляжах и посижу на камне на каком-нибудь камне теплые что я считаю вообще-то оптимальная идея в данном в данной ситуации вот так вот в данный момент времени посижу а там можно уже двигаться обратно а по городу про не проще лучше гулять пешком потому что там горочкой как бы в горочку ехать такое себе удовольствие скажем так хотя можно в горочку заехать а потом двумя руками а потом просто спускаться вниз я же обычно снизу вверх поднимается вот обычно в этот зимний весенний период а сейчас можно наоборот ухты устрицы нет не устрицы но и за что это такое общем какие-то чисто загородные штуки кусочки живой природы которых городских парках не бывает ее летом наступить больно она такая остренькая скажем так не прикатным прекрасно что есть отлив и можно вот но если конечно это он вообще по карте пляж он узенький и что можно вот так вот совершенно спокойно выйти выйти на воду потому что пляж вот если по карте смотри там реально полосочка чем еще этот пляж но заметим что вот там дальше вот туда если проехать ухты льдина упала хорошо что я не полез на нее так вот там дальше прямо с этого шоссе видно там чуть ли не такая около набережная прямо шоссе видно видно воду если ехать сюда на маршрутке ну или на машине из города вот именно по приморскому шоссе то там небольшой кусочек виден особенно когда в пробке стоишь вообще замечательное зрелище а сама деревня комарова ну или город не знаю что это населенный пункт комарова находится в этом находится туда как и зеленогорск наверх на север на отдалении от воды таким вот образом поэтому пену можно конечно зайти но не сейчас мне не на таком велосипеде на нормальном как-нибудь летом это нужно ли надо посмотреть по google картам как это все выглядит хорошо ли выглядит если смысл вот это все вот так вот ехать далеко потому что как бы расстояние здесь еще покруче еще в этом чем спальных районах потому что здесь вообще пригород чисто автомобиля ездят пешком тут люди ходят значительно меньше велосипед никто не угнал что не может не радовать но я его все-таки поднесу поближе сюда на всякий случай время на пляж побольше по моему но в отличие от солнечного тут он еще смотрит на юг они на не туда короче да еще что я заметил что вот там впереди в горизонте видно нечто темное нечто темное это похоже облака висит по прогнозу погода сегодня тем сегодня погода вот как вот будет безоблачный так останется аж до этого аж чуть ли не до конца недели до середины это сам петербурге во всяком случае так что вполне может быть что это облака сейчас возьмет и улетит это скорее всего облаком которые этом прилетела сюда из этого с какого со вчерашнего дня вчера же облачно было скорее всего это самое облачно вот она уже вечером начала рассасываться занесло днем ближе к полудню вечером начало расснуть ну да ближе к ближе к обеду короче вечером начало рассасываться ну и видимо рассасалась окончательно что вся такой день интересного что солнце было на рассвете и на закате такие дела на хорошая место чтобы посидеть чтобы это чтобы приехать сюда в принципе мне нравится здесь еще песочек такой скажем так хороший такой мягкий прямо как когда настоящего курорта смысле на таком короче заповедном так что сюда и наверное имеет смысла приезжать хоть изредка ладно сейчас притащу велосипед сюда но хотя бы к дереву чтоб я его видел то посижу на камне хотя зачем камень когда есть бревно за бревна видно еще и песочек что прям таки вообще хорошо на бревне еще какое-то подобие сидушки сделано я не думаю что это сидушка изначально было на как бы там ни было она ровная и вполне себе удобная одненько посижу здесь да поеду обратно осталось уже прям таким уверенно встала уже скоро про вообще станет 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 уверенно-преуверенно сейчас 9 часов 53 минуты по-прежнему 21 апреля 2019 года воскресенье и самое время направляться обратно принципе она сиделся уже 10 утра солнце уже прям таки уверенно зашло что на этом велосипеде конечно еще развлечения ездить особенно поэтому особенно в гору или по бездорожью вот он двумя раками если его держать и вот так вот ехать вперед-вперед-вперед-вперед быстро то в принципе очень даже неплох из-за своих огромных колес которые хоть и кривые но лысые машины короче такие дорожные он этот самый ресторан со стульчиками машины дорожные поэтому ехать на нем одно удовольствие по дороге что еду обратно еду обратно и не знаю может может в зеленогорске зайду в парк может быть нет посмотрим может пешком просто проще туда прийти потому что ну честно признаться с велосипеда по парку ходить потому какое себе удовольствие там приятнее именно что пешком посмотрим вон еще одно кафе кстати у него наверно тоже есть терраса на берегу хорошие тут у них места однако живописные у этих ресторанов и Продолжение следует... 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 На привокзальной площади сегодня, на удивление, пусто. Может, потому что электричка не приехала. Потому что, мне кажется, сейчас я в парк войду и как раз там, а, ласточка где-то часам к 12 ближе прибывает. Так вот, в парк, я думаю, сейчас войду и там будет не как вот утром, я там мимо проезжал, когда он вообще пустой был, одинокий уборщик выбирался. А мне кажется, там будет сейчас прям полным-полно, не протолкнуться. Практически как летом. Посмотрим. Людей в городе, кстати, уже уйма просто. Все проснулись. Вот тут почему-то пенки не образуются, как на той вот классной реке. Я не знаю, как она называется, но вот, которая с пенкой была. Странно, с чего в этом так? Может, из-за камней? Скорее всего, там так камни расположены, что, наверное, она на большой скорости просто вспенивается об них. Так, наверное, и есть. Кстати, тот самый пресловутый лес с двумя озерами, про которые я говорил сегодня с утра, находится сзади. То есть, если поехать по этой дороге назад, вот дальше за вокзал, не поворачивать, после вот этого моста направо, ой, налево, а поехать прямо, то там будет лес с двумя озерами. У него, в принципе, тоже можно съездить. Но, во-первых, там подъем в гору идет. А, во-вторых, он находится достаточно далеко. Первое озеро не очень далеко, а второе вот прямо подальше. Ну и там мокрое, думаю. Так что я решил сегодня въехать. Тем более, на этом большом велосипеде это не особо и получится. Это надо уже на городском велосипеде, на нормальном. На такие расстояния и высоты. Так что я доволен тем, что в Комарово сегодня скатался. Там всего где-то 6 или 5 километров до него. Странно, я пока тут нахожусь, ни одного поезда не проехала. Ни товарного, ни пассажирского. А вот знак попался, кстати. Действительно до Комарово 5.2 километра. То есть практически... Практически точно угадал. Так, ну что, я дошел до перекрестка со светофорами. И, собственно, вот это то самое шоссе, по которому можно уехать в Санкт-Петербург. С ветерком, что называется. Ну и въезд в город. Впрочем, эта улица вроде тоже упирается в этот... в Приморское шоссе. Я что-то не очень помню. Вот дальше она идет. А может быть и нет. Солнце так печет, зараза. Скоро действительно загорать уже можно будет на пляжике. В безветренный день. Причем, если это в городе вот так вот было, что уже все высохло, и все такое было прямо теплое, то здесь прошлые недели, особенно там позапрошлую неделю, было такие достаточно еще, ну, не попрохладнее, но во всяком случае еще чувствовалось, что зима была недавно. Даже сугробы были такие прям, как это, большие. А сейчас, если и есть сугробы, то они где-то или вот на отдалении от всего, или где-то в тени. Так что вот такие дела. Тут уж и так классно дороги сделаны, что все просто слетает, вся грязь с них вот вниз, с асфальта, на протяжении почти всей улицы. Потому она сухая становится вообще практически сразу, что с нее все стаивает. А сейчас вон уже и газон сухой. Скоро здесь уже эти, это же как бы карета клумба на самом деле, то есть у нее нельзя сесть. Это на самом деле горшки для цветов. Скоро тут тоже будет расти что-нибудь. Можно будет сесть даже не на вот эту лавочку. Ух ты, там уже трава вон какая взошедшая. Газончик подстриженный, ухоженный. Все по высшему разряду, как обычно. Потому что можно будет в начале, в середине даже дня сесть сюда. Но тут больше в начале, конечно, свет, потому что скамейка на запад смотрит. И смотреть на эту карету. А с обратной стороны смотреть на подстриженную лужайку. Прелесть. Быстро, однако, весна пришла в этом году прям. Говорю, с каждой недели все заметнее и заметнее теплее. Так, недалеко ведь да реально по детски на пляж на следующей неделе. Я загадывать ничего не буду, но все возможно. Прелестное здание. Прелестное здание. Есть терраса. Ну, что-то похожее вот есть на просвещение, но там все закрашено. Вот эти камни отделочные, они все закрашены. И таких крестниц, конечно, нет, чтобы можно было прям наверх подняться. А здесь есть. Сейчас электричка подъедет, да прям толпам, я думаю, пойдет. Я не помню, тут где-то в районе 12 электричка подъезжает. А сейчас вот как раз уже в районе 12. Так что, вполне возможно, что сейчас меня догонит толпа отдыхающих. Кстати, я как-то сказал, что фонтаны включают 27 мая. И вот это было не это ошибкой, потому что фонтаны, это в летнем саду в прошлом году их вроде 27 мая включили в день города. А вообще по городу их начали включать вот еще на этой неделе. То есть, где-то они уже работают в центре. И вполне возможно, что здесь в Зеленогорске тоже какой-то фонтан да включен уже. Поэтому я сейчас зайду во двор какого-нибудь из зданий. И, собственно, посмотрю, так ли это. Потому что вполне возможно, что это так. И действительно какой-нибудь фонтан работает. Тут, на самом деле, целый город фонтанов и скульптур. Фонтан практически в каждом дворе стоит на улице Ленина. Это с другой стороны, кроме улицы Ленина, здесь особо ничего и нету. Дальше тут просто такие, ну как, частные домики. Но, как бы там ни было, возле улицы Ленина вполне себе возможно, что уже и начали запускать их. Хотя, может, еще и нет. Уже как бы курортный район тут еще достаточно. Тут еще заморозки даже по ночам бывают. Как я с утра убедился, по лужу на льду. Как там газету обновили? Интересно. Ну вот, уже 16-17 апреля 2019 года. Причем этот, буквы до сих пор в этом, в стиле еще с 20-х годов. В изобразительном, ну не в изобразительном искусстве, такие буквы в то время были популярны. Не помню, как стиль называется. Но, как бы там ни было, обновляют газеты каждый этот, каждую неделю. Аплодисменты. 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 Так, ну что, я, наверное, сейчас все-таки реально заверну во двор, то есть вот в эту вот арку, потому что там можно пройти к этому, к двору с фонтаном, вот таким вот образом. Тут, а, кинотеатр есть, где-то, наверное, тут даже вход к нему, где-то, скорее всего это, а, это не он, это МФЦ местный. Ну и пойду уже в сторону этого, в сторону фонтанов таким вот образом. Большой красивый фонтан, не установлен еще, еще закрыт, на фоне большой детской площадки. Ну, в принципе, это и логично, что фонтаны еще нет, не установлены. То есть, я не думаю, что тут еще снег лежит, еще заморозки по ночам случаются, их поставить вот это там на Невском проспекте, уже, я так понимаю, их начинают открывать в центре города. А здесь как бы еще рановато, всему свое время. Часики показывают полдень, они в отличие от, но их не спешат на 4 минуты, поэтому показывают 1159, такие дела, такие современные часы здесь с двумя колонками снизу. снизу. Ну что, я вышел обратно на проспект Ленина. Дальше по маршруту церковь с круглым окном. Тут, на самом деле, в принципе, в Зеленогорске особо гулять некуда, только по побережью и вот до вокзала, от вокзала до побережья, собственно. Так что, я думаю, я сейчас быстро дойду. Я, наверное, сидеть сейчас не буду здесь, потому что что-то как-то вроде как я только что вышел, что как-то еще рановато. Так что просто подойду к ней. На пляже можно посидеть, кстати. Ну что, я пришел. Тут, в принципе, идти-то всего ничего. Тут, кстати, какое-то подобие ха на этом есть на склоне. Он еще такой после зимы, но все-таки муравей вон ползает. Ну а я иду вперед. И что я первое замечаю, что в клумбах цветы зашли. Совершенно так обыденно. Взяли и взошли. Не прошло и недели. Честные слова. Вот буквально. Что-то тут еще везде снег лежал. А сейчас все уже цветет. Но не цветет еще, только растет. Но как бы там ни было, растет и созревает. Вот так вот. Так. Собственно, лавочки мои. Я смотрю, тут уже людей прибавилось. Погода привлекает. Как это? Не посетители, а горожан сюда. Поэтому тут не как вот обычно приходишь зимой или осенью, и никого нету. И тихо. Сейчас уже все. Сейчас, конечно, уже в город вернется жизнь. После спячки. И только небольшие кучи снега напоминают о том, что еще месяц назад была зима. Ну не зима. Ну да, зима. Зима-то как таковая, где-то, наверное, в середине марта кончилась. Такой прям, каждодневный минус. Все-таки я подумал и решил, что 10 минут. Никому не поймать, что это она мокрая что ли? Мокрая это пофилу. Главное, чтобы была не покрашенная, а то как бы. Сейчас нужно смотреть, где воды нету. Вот тут отблески. Вот. Кто-то тут уже посидел до меня. И что я тоже сяду на сухое. Прелестно. Спинка она, в принципе, всегда сыхая. Да, я думаю, посижу здесь какое-то время. Пока не это. А потом можно дальше идти будет. Красивое здание. Вот это окно. Каждый раз, когда проезжаю. Вообще, по одному и тому же маршруту тут гуляю постоянно. Но, в принципе, почему бы и нет. Тем более, сейчас погода хорошая, раз уж я здесь. Что вот это окно прямо постоянно. Мне нравится, что она еще и старая такая причем. Но окно уже круглое, не такое большое прямо. Вот такие дела. Ладненько. Блин, черную штанину так напекает хорошо, конечно. По полной программе. А вот и здесь полдень случился. Кстати. Да, я помню, в прошлый раз тоже тут проходил, когда вот она в полдень или что-то типа того звенела. Только я, наоборот, снизу вверх шел, а сегодня я с утра там прогулял, а сейчас вот и наоборот. То есть она такая двойная прогулка получается. Может, вечером еще схожу посмотреть на закат. Почему бы, собственно, и нет. Погода сегодня позволяет это делать. На пляже лежать еще рано, а гулять по городу в самый раз. Ладненько. 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 Продолжение следует... Так, ну что, время идти дальше. Время идти ниже в город. И как бы людей, это я прям смотрю, еще больше стало. Сколько всего людей. Причем все идут вверх, я так понимаю, что это местные. По большему счету. Все-таки это город, а не деревня. Настоящий город. Центральная улица. Сегодня выходной день, все гуляют. Прекрасно. Просто прелестно. А главное, и не намека на облачко нет. Что прям вообще не может не радовать. Однозначно радует. Все сегодня куда-то идут в противоположную сторону от пляжа. Причем с какими-то ветками в руках. Прикрасно. Шуierка. Прикрасно. Даже вся. Температура. Прикрасно. Ну что, дошел до красивого здания юбилеотеки местной? А это точно что за поворотом уже? А людей все больше и больше, они все с церкви идут, кстати. Что-то там, наверное, сегодня было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, веточка закрывает. Надо пойти чуть-чуть, а вот так. Главное, я внутренне буду сейчас заходить. Там столько народа толпится, как говорится. В общем, не это. Лучше пойти сразу на пляж. Я вот уже вижу очертания школы, кстати. К ней я тоже подойду. Кстати, этот. И памятник Ленина тоже впереди виден. И люди все исчезли. Все люди от церкви шли. То есть, они причем тоже уже все ушли. Причем впереди виден купол соседней церкви. Они какие-то разные. Направление христианства здесь. Да, у такого маленького города две церкви. Тут, наверное, еще и третья где-то есть. Что-то мне так кажется. Очень, как это, очень вероятно. Я думаю, что да. Так, ладно, тогда сейчас по плану дойти до этого. До школы. И уже в парк вниз. А спущусь-ка я, пожалуй, вниз. Почему бы, собственно, и нет. Тут уже как раз снег растаял. Тут все в снегу было. Достаточно мокро. А сейчас уже снега нет. Город скульптуры фонтанов. Я же говорю. Сверкание выходного дня сегодня. Вон там снег, кстати, наверху. Совершенно так обыденно. Совершенно обыденно и непринужденно. Яркий, однако, домик. Это что, лампочки, что ли, в этом знаке? Кстати, мне кажется, тут буква одна оторвалась. И ее приделали на место. Буква Р. Если мне память не изменяет. Хотя, или может какая-то другая. Это, а, это, я думал, светодиоды. Нет, это, походу, реально светодиоды. Нифига себе, она еще и ночью светится. Табличка эта. Очень даже возможно. Ну, табличка, табличка, там еще какая-то конструкция есть. Так, мне тоже подойду. Я обычно не подхожу туда дальше, потому что здесь, как это, здесь, короче... Трудно проходимо, скажем так, зимой особенно. Все-таки снежно. Это, как на поцелуевом мосту стоит конструкция, куда вешают замки. Потому что это коня раньше вешали на ограду, а сейчас просто вешают на конструкцию рядом. Так и здесь стоит. Специальное сооружение, что пешит замки. Так, предусмотрительно. Прямо с видом на местную школу. На вот этот вот знак. Ладно, я спускаюсь, спускаюсь. Ну да, спускаюсь, действительно, что я все делаю. Спускаюсь дальше, точнее, наоборот. Я возвращаюсь обратно к дороге и иду к школе. К памятнику, к памятнику Ленина. И уже потом на этот, уже потом в парк. Снег-то вон лежит, лежит. Беленький, чистенький. Как отголос окушает шеи зимы. Из-под него вон уже зеленая трава. Зеленый мох вовсе показался. Такие контрасты, да? Что? Весна воюет. Весна отвоевывает себе участки земли. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но все-таки. Вот где еще такие остановки есть. Именно старого образца, именно с гербом. Практически нигде не осталось. А здесь все как это, как новенькие. Видимо, они такие старые, тут их не разбивает никто. Тут как бы благополучное место. Вот они и стоят чистенькие. Реально чистенькие причем. И блестящие. А вот я и дошел до следующего. До следующей точки назначения. До памятника и школы. Да, как обычно. Только в этот раз и наоборот. То есть, как бы, может и хочется куда-то в новое место в Зеленогорске ходить. Но если просто физически нет. То есть, сегодня, грубо говоря, обошел вообще все, что можно здесь было обойти. Ну, кроме вот пляжа за вечным огнем, я только к самому, как это подъехал к нему. И в двух озер за вокзалом. Но это так. Это мелочи. На второй пляж, возможно, схожу вечером. Чисто закат посмотреть. Вот, я помню, что он просто приезжал. На склоне лежал снег. Поэтому вот такие реально лежал. Сейчас на склоне не лежит ничего. Чистый-чистый. Но только в самом низу может быть. Чистый-пречистый. Уже и позеленел он сам. Красиво, красиво. Причем с обратной стороны, если присмотреться, то виден уже сам этот, сам парк. И все-таки ледяные горы внутри. Все-таки ледяные горы никуда не делись. Ну, что поделать, что поделать. Вот, прям по центру, если я встану, прям такой вид широкий открывается. Хотя, на самом деле, далеко тут до всего. Поэтому нужно идти лично смотреть. На вот это вот все. Я, наверное, еще дойду до фонтана, который здесь тоже есть. Вот здесь площадь с фонтаном. Вот и до нее я сейчас, наверное, дойду. Вот такие дела. Быстро я пришел, однако. На, что поделать. Ну, что я свое любопытство удовлетворил. Помню, когда здесь был день города, 28-го или 29-го какого-то. Вот, в общем, июля прошлого года. На выходных это было. Тут столько народу было. Аттракционы были везде расставлены. А сейчас еще, кстати, тут лавочек нету, что ли. Может, их устанавливают на лето? Вполне может быть. Ладно, я свое любопытство удовлетворил. Так что сейчас я возвращаюсь обратно на дорогу и двигаюсь вниз в сторону. В сторону ледяных торосов. Таким вот образом. Прелестно. Просто прелестно. Блин, жарко. Я вот реально думаю, что процентов так на 70-80 можно будет уже открыть пляжный сезон в городе. Ну, настоящий, в смысле, с поездкой на пляж. То есть, температура вот будет даже не как сейчас, а еще теплее. Мне что-то кажется, что она может там до 18-20 градусов прогреться. Вполне возможно. Кстати. Очень даже. В прошлом мае, я помню, очень много деревьев были еще голые. А уже такая жара случилась, что купаться можно было. Градусу 25. Или что-то типа того. Или 22. Ну, что-то типа того. В общем, по-палетнему тепло уже. Нулевой километр. Тут начинается, оказывается. Это туда, короче, противоположная Санкт-Петербурга сторона. И первый признак того, что хорошая погода и уже практически лето, это вот машины припаркованы. Аккумулятор сел. Давно пора. Я остановился на том, что первый признак того, что пришли теплые дни и практически лето в том, что уже вот, что все запарковано. И, наверное, этот автомобильный въезд на пляж, вот там дальше, по дороге, скорее всего, тоже, также запаркован. Какой контраст, да, между восьми утра, или сколько там было, когда я проезжал. Между восьми утра и полуднем. Но не лето. Летом, конечно, здесь вообще. Ну, на то, но и лето. Сейчас уже, говорю, такой период весны пошел. Вот особенно здесь это очень ярко заметно, когда сугробы еще лежат. Вот в городе нет сугробов, тут сугробы лежат, и температура внезапно, может, я не знаю, бахнет 20 градусов. Вполне себе такое возможно. Очень даже, очень даже, очень возможно. Позовем и видим, как говорится, да? Рука стертая. Указательные средний палец из статуи. Кстати, первое место, где я деревья обрезанные здесь увидел. Или нет, не первое, там на шоссе еще были. Но, к счастью, в лесах таким не страдают. В лесах они все такие, нормальные. Столько деревьев, на самом деле, что все не обрежешь. В отличие от центра. Так, ну что, я спускаюсь вниз. Иду вперед. Там люди, смотрю на этих, на торосах, на горах, лазают. То есть, в принципе, можно тоже, но я что-то как-то не хочу, потому что они могут быть пустые, внутри промытые, и можно провалиться. А я как-то на такой экстрим не это, к такому экстриму не готов. Потому что, мало ли, ножки промочить можно. Например. Скоро аттракционы заработают. А разноцветная лавочка, на удивление, свободна. можно подобрать такой угол, где солнце светит практически под 90 градусов. Тут, правда, спинки нет. мне за спиной надо было сесть к шарику и сидеть. Вот такие вот статуи тут находятся. Карусель. На прошлой неделе она тоже работала. Мне вот интересно, колесообозрение, работает ли? Ну, я сейчас это узнаю. Осталось только дойти до него. Я думаю, обязательно работает. Хотя нет. Нет, не так. Я не знаю, работает или нет. Может работает, может и нет. Скорее всего нет, потому что остальные аттракционы еще не работают. А может и да. Ну, что погода сел. Сейчас увидим. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, в Зеленогорске фонтаны, я думаю, реально рано запускать, потому что, ну блин, такие сугробы на заднем фоне и ночью заморозки. Как бы они сами не замерзли, эти фонтаны, от холода. Как бы все должно быть вовремя. Ой, все должно быть вовремя. Что-то меня на солнце опять расслабило. Мне нравится. Солнце, оно такое. Не как летом, конечно, но около того. О, эти статуи вон тоже оттаяли. Тут, кстати, клумба на фоне вот этого сугроба, я помню. Не на фоне, а вместо. Бывает летом. А вот в тени, кстати, похожая статуя. Вполне себе еще в снегу. Вполне себе еще в сугробах. Здесь весна наступает на пару недель позже. Это такой этот китайский сад на Чернышевской. Миниатюре там тоже такая гора есть. Похоже, здесь мне тоже вот такая идет. Только там вроде что-то типа речки. А здесь нет. В ресторане уже музыка играет местом. Эти детские американские горки, или как это, корресправлено называется, до сих пор не работают. Так что колесо обозрение, возможно, тоже. А это мое предположение, оно сейчас просто за деревьями скрыто, потому что я реально не вижу его. Кто его знает, что там да как. И вот самое главное, хорошее видно с пляжа, а наоборот, оно за это загорожено деревьями, поэтому его не видно из города. То есть колесо обозрение в городе видно только, только церковь вот эту вот большую белую, потом, что еще, антенну, ну не антенну, это тут башня, на которой телефонные антенны, и здание, там такой просвет из деревьев, которое возле автомобильного въезда на пляж на этот, такое серое, трехэтажное. Вот их видно, еще вроде что-то видно, а в остальном город это просто такой холмистый лес. Да и вообще вся округа, это просто такой холмистый лес, вот именно сверху. Куча отдыхающих, что аж все не помещаются на этом, на пирсе, причем люди идут и идут, хотя с этой стороны их кажется меньше, чем с той. Тут как-то так, все уже пришли, но все равно очень много, очень много людей. Вон самолет летит, куда-то поворачивает. Куда-то, наверное, из Финляндии сюда, хотя, может и нет. Просто слева запада, на западе Финляндия. А может и с другой стороны. А может и с другой стороны. А нет, пойду налево, к памятнику Рюбаку. О, у меня звонит телефон. Так вот, колесо обозрения, его видно вот чуть-чуть отсюда, видно, что оно стоит на месте, что еще не включили, может ближе к мою. Такие дела. Ну, в принципе, это, хотя, не так очевидно, настолько тепло. Но, правда, очень тепло для апреля даже. В апреле не всегда так тепло бывает, это уже как-то по-майски. Сейчас уже по-майски тепло, именно, как вот в первых числах мая. Снег еще лежит, но тепло еще держится. Сколько людей надо было, а нет, по автомобильному въезду когда-нибудь в другой, ой, ступенька была. Как-нибудь в другой раз. Он как пляж ожил, внезапно. Люди и там, и сям. Эта детская площадка посреди пляжа стоит. Так зимой она смотрится необычно, а летом, в принципе, нормально. Это же как бы парк. Благоустройство в парке. Яхт-клуб, который себе полпляжа оттяпал. Тоже, я так понимаю, уже первых посетителей встретил, потому что там открыты окна. На этом. На одном из балконов наверху. Такие дела. Не удивлюсь, если хоть один загорающий, да есть какой-нибудь, ну не морж. Хотя бы, ну в футболках люди хотя бы. Потому что вот как я в футболке и в куртке. Таких, в принципе, полным-полно. Людей. Ну что некрасиво здесь, то что здесь вот эти вот недостроенные здания стоят. Что в Комарово, где я с утра был, там такого нет. Там именно, что вот видно, что заповедник. Эти рестораны где-то, конечно, стоят, но они ж не заброшенные. Они-то еще и маленькие. А здесь прям, во, кто-то себе даже окно на распашку открыл. Берет от жизни все. Как говорится. Сейчас вполне себе можно вот лежать и загорать ему. Ну не конкретно ему, а тем, кто подальше. Вот туда, там тоже окна, я смотрю, открыты. В этом отеле, яхт-клубе. Яхт-клуб успели достроить. Ну точнее, устроили и не разорились. А эти два здания нет. Так вот тоже были красивые стеклянные на берегу. Но, к сожалению, не судьба. Ладно, подойду поближе к воде. Кстати, здесь какая-то такая структура песка, в отличие от этого от пляжа, который был в этом, напротив Сосновки. Что ботинки, они остаются такими более-менее чистыми. То есть видно, что они в пыли, но пыль такая, что она вот не оседает. Или там она такая, как это, мелкозерновая, что ли. И потому там она аж прям прилипала. Что аж прям желтыми они становились. А с обратной стороны пляж выглядит вот так вот. Точнее, тут уже и пляжа нет. Вот такие дела. Хотя туда можно пройти, там калитка вон открыта. Вполне себе. То есть они как-то территорию себя от этого ли. Но почему-то вот по ней люди все равно ходят. Что они, я думаю, только для своих изначально. А вообще, как бы можно и всем заходить почему-то. Вон этот пирс кокожил, да? Там даже напротив сломаны лавочки сидят люди. Забраться ли наверх мне? Я вот думаю. Или нет? Заберусь. Какая наверх. Потому что почему бы и нет? Люди ходят. Раз люди ходят, значит, как бы это и не настолько страшно. В том смысле, что упасть. Упасть. Блин, как напекает-то спину мне в черном. Прям вообще. Вообще-вообще. Я даже вот как это от горячего асфальта такое, я не знаю. У меня идет такой жар вот. Если смотреть вдаль, то вот там вдалеке тоже от песка. Это же ужас какой-то. Должили? Мне нравится. Хочу уже приехать на пляже позагорать, на полосенце полежать. Сегодня температура еще градусов 15, но вполне возможно, что она и до 18, может до 19 прогреется. Очень даже. К концу недели. Погода передают солнечную, безоблачную. Аж до пятницы. Хочется в это верить. Да, здесь так этого песка навалило, что даже снега в некоторых местах не видно. Так вот вопрос, внимание, как сюда залезть? Я думаю, надо залезть как-нибудь вот здесь. Можно даже и не забираться до конца. Можно даже делать это с использованием двух рук, потому что... О! Здрасьте, приехали. Вот такие приколы. Опа! Ух ты, как тут все снесло. Там даже будка была, которую снесло. Точнее, не была. Вон она стоит. Опа! Так. Так. Опа! Все. Будка. Ух ты, какая вода сегодня красивая. Прям как зеркало. Безветрено. Безветрено. Безветрено сухо. И свежо. Вообще ветра нету. Да. Прелесть. Просто прелестно. Люди все приходят и приходят. Да, забавно. Обычно люди распределяются на пляже и лежат. А сейчас как бы не полежать. Люди приходят и уходят обратно. И насчет этого яхт-клуба, кстати, яхта-то не появилась особо. Есть только вот одна там наверху, она ж не плывет. Надо подойти, наверное, в ту сторону. Подальше. Я-то хочу, чтобы, короче, было видно всю водную, водную гладь. Ужас какой-то. Я иду по горе высоту в несколько метров. По снежной горе. В апреле. Когда уже сам АТО загорать, лежать. Ну, где-нибудь возле стеночки вполне можно без ветра. Мне не хочется упасть, я могу. Там будет уголниться. Вот. Что задумал? Я, наверное, как сделаю. В принципе, вперед на этот. Ну, вот тут просто оно уже, я вот уже иду. Оно уже в некоторых местах, как бы, не то что вышевелится, но так и норовит ускользнуть. Опа. Хорошо, что у меня ботинки, как это. Такие, в которых, как бы, нормально. Ну, все-таки. шишка я наверно вниз все-таки, прямо к этому, прямо к песочку, а то что у нас там? Минутка экзотики, да? Снег, настоящий снег в апреле. Вот-вот-вот, вот наверно откуда-то отсюда хороший вид открывается. Сейчас с одной стороны город, а с другой стороны зеркало. Мне нравится, даже красивее намного, чем с утра. Хотя там какая-то небольшая дымка на горизонте, это говорит о том, что влажность высокая, но как бы там ни было. Поэтому вода такая немножко беловатая, а не синяя. Такая белая полоска на этом, на берегу. Жесть, вообще мне сейчас глаза слепнут от такой яркости. Просто сверкание этого, сверкание, короче, выходного дня. Не, серьезно, сверкание полудня. Смотришь вверх, и прямо аж это думаешь, что и без лежания на солнце в открытом окне лицо сегодня может порумянить. Мне нравится. Вот уже берег вполне себе вырисовался, а скоро и горы рассосутся. Вон, волн вообще нету. Как озеро. Прямо. Не, озеро оно прям как зеркало, а там вообще волн нет. То есть как лужа вообще. Это вот особенно... Ну там два озера, да, если ехать вот от вокзала вверх. Вот то, которое первое. Оно находится в яме, потому там ветра не бывает. И там всегда, практически всегда, вообще нет фолн, как в луже. Но для залива такой штиль это вообще, конечно, то, что нужно. Но, в принципе, ладно. Я на сегодня как бы, ну не находился еще на... на этом волосе. Наверное, тут может постою чуть-чуть, он уже сразу пойду встречу папа в городе. Ну и, наверное, с прогулкой на сегодня уже все. Как бы я уже обошел все, что можно. Вечером еще, скорее всего, я схожу на этот... Как его звать? Вечером я еще, скорее всего, схожу на закат посмотреть. И все. На этом, наверное, на сегодня все. Да, конечно, с каждой недели в Зеленогорске все приятнее и приятнее. Это прям вот приятнее и приятнее. Интересно, если спуститься... Блин, вниз будет видно? О, господи, подкользнулся. Будет видно отражение солнца в воде? Нет, не будет. Отражение солнца в воде. Вот, солнце слишком высоко, чтобы отражаться. Ну, а на этом на сегодня все. Не на сегодня, а на сейчас я, короче, не знаю, или на сегодня, или на сейчас. Так что такие дела. Я еще, скорее всего, пойду, а может не пойду. Посмотрим, тут живем и видим. Продолжение следует. Мариум субъеком мальчиком панели. На сегодняшний день, когда он субъеков и субъеков, как в тюрьме, в автокалл, в продажах, в полу, стоит резко и сутка. Продолжение следует... 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 Хотя снег еще не местами лежит, но это так, последние отголоски. Хотя не самые последние, все-таки через неделю тут тоже снег будет лежать, но уже меньше значительно. Самые последние отголоски это вообще какие-то совсем редкие где-то в оврагах. А эти так. Да, красиво подсвечиваются сосенки с этой стороны, лучше чем на восходе. Да, вот одна из причин, почему деревья в городе больные срубают под корень. Потому что раз, а оно грохнулось. Но здесь, конечно, такая сырость, что все стволы покрыты мхом, даже этих, даже еще стоящих деревьев. Так-то вообще у них есть срок жизни, срок каждого дерева, и что деревья, как за ними не ухаживают, все равно долго не живут. Ну, как относительно долго, то есть. Некоторые 70 лет, некоторые 100 лет, всякие дубы там по 200 лет даже. Но, в лесу они растут давно, особенно в сосновом лесу. То есть, сначала как появляется, сначала просто поле, потом трава, потом кустарники, потом всякие березки, и только потом уже ели и сосны. То есть, сосны уже в конце урастают. Так вот, судя по всему, эти деревья тут очень и очень давно растут. Они тут явно не посажены. Такая приятная особенность сегодняшнего дня, да и вообще, ну как, особенно вот воды. Потому что нет ветра, и волн на воде, соответственно, тоже нету. То есть, как зеркало просто небо отражается. Горизонт он вообще, ну как, там, конечно, чуть-чуть земли видно, горизонт он размыт. А вот там, где земли не видно, вот впереди, я сейчас не приближаю. То есть, вот, вот, без зума. Земли не видно, то есть, просто небо переходит в воду. Настолько сегодня чистый закат. Это стоило того, чтобы сходить. Но, в принципе, в такую погоду тут он всегда такой. Ну, два солнечных зайчика. Один сверху, другой снизу. Я причем специально отошел поближе к этому, к городскому пляжу. Но на него я пройти не смогу из-за реки. До нее я, возможно, сейчас тоже дойду. Кстати, да, у меня было желание прогуляться. В принципе, я, наверное, это желание исполню. Тут-то рос поменьше. Это вот та самая гора, которая видна была с этого, с какого, вот прямо со входа от памятника. А вторая гора, она вот где-то внизу, где-то справа, вот там вот. Ну, вот это, конечно, мне нравится. Вот именно вот небо такое. Вот если даже приблизить чуть-чуть. Вообще все размыто. Ну, вот глазами уж точно. Линию горизонта не видно. Она прям плавно переходит в воду. Плавно переходит в воду. Так, ну что. Настало время прогуляться туда. Главное не это. Я, наверное, вернусь сюда еще. Чисто постоять, посмотреть. Потому что вот этот такой выступ, он как бы, оказываешься посреди именно воды. То есть я как бы не просто так именно досюда водошел. У меня, конечно, не было конкретно цели вот именно до этих камней дойти. Я скажу, что я знал об их существовании, но так вот, чтобы видеть и этот пляж, и тот. Потому что если отойти, то уже не такой эффект. Уже как бы вот камушки-то видны. Хотя, кстати, этот отблеск такой длинный получился теперь. Катер плывет. И шуршание такое постоянно раздается. Это падающий снег. По чуть-чуть падает. То есть, по многу, как вот допустим, посреди дня вот мы были на городском пляже, да? И там как бабахнулось снег. Ну, я, по-моему, камера не снимала в этот момент. Такая глубь была, отвалилась от этой вот горы, которая была вот там вот намута. Да, мне нравится. Абсолютно. Надо мостик, короче, через эту реку сделать, чтобы можно было по побережью идти. Идти, идти, идти. Потому что местные реки, они в воду, в эту улицу, и все. Дальше не пройти. Дальше можно только выйти на этот, на берег. Там вот, как вот, там идет дорога за Торосом. И вот по ней вполне себе можно выйти. Очень даже. Ну, в бок вообще, конечно, потрясающее зрелище. Особенно, если что-то там плывет, типа лодки. Она так это подсвечивается прямо, как бы сказать, красиво. Вот. Причем отлив случился. Благодаря отливу, можно прямо в воду по камням зайти. Вот такие вот дела. Ну, пойду обратно. Я хочу постоять на этом выступе. И только потом уже отправиться домой. То есть, посмотреть пришел. Тут, в принципе, на закате только это и можно делать. Тут сторона смотрит на люк, поэтому закат случается прямо вот. Но он не в воду, правда, солнце заходит, а за деревья, потому что там небольшой выстав впереди из этого, из растительности. Но все равно получается очень и очень неплохо. Вот особенно, если вот сейчас в 19 часов прийти, ну или там в 20, когда будет, когда белые ночи настанут, когда закат такой еще, не очень свершившийся, когда он еще оранжевый, а не фиолетовый, даже не оранжевый, даже еще желтый, он становится... Потом он становится желтым, потом оранжевым. Сначала желтый, потом оранжевый, потом фиолетовый. Хотя на камере, насколько я помню из прошлых видео, там не видно, что он желтый. Ну, точнее, он менее желтый, чем глазами. А так, в синего под солнцем, там желтый как бы. И горизонт тоже желтоватый. А камера выставляет баланс белого таким образом, что все сглаживается. То есть она так улучшает картинку. Таким вот образом. Главное, чтобы камень не это, не соскользнул. Ну, в принципе, вот этот камень будет моим выбором. Так, ну что, можно подвести итоги сегодняшнего дня. Отличный день. Мне нравится, что так быстро весна наступила. Точнее, не весна даже, а лето. Потому что я сегодня без футболки вообще-то расхаживал там. Там люди загорали, вот в этом синем здании на берегу стеклянном. Там кустики растут перед ним и шезлонги за кустиками. То есть они так с двух сторон закрыты. Поэтому там тепло. Но это примерно эффект, как вот у меня на окне. Кстати, солнце чуть-чуть подопустилось. Вот еще и все, горизонт стал просматриваться. А нет, нет, я ошибся. Горизонт где-то впереди. Но из-за того, что течение, что это утки там так плавают активно, то гладь нарушилась. Но ничего страшного. Ладненько. Я думаю, как бы сегодня все. Сегодня пристает только поездка домой на электричке. Ну сейчас ужин, поездка домой, выкладывание видео. И все. В принципе, прогулка на сегодня окончена. Я так чисто напоследок посмотреть сюда зашел. Так-то я вообще сегодня хорошо нагулялся и в Комарово, и в Северную Ривьеру. И чуть в этот, в лес на озеро не уехал. Хотя в лес на озеро это уже слишком было. Слишком много. Чрезмерно много. Так что, вот такие дела. Ну, на сегодня, думаю, и все. Можно заканчивать. Прекрасный день. Мне нравится. Прекрасный день. Прекрасный день. Прекрасный день. Прекрасный день. Прекрасный день. Продолжение следует...